Субтитры подогнал «Симон» Добрый вечер, дорогие братья и сестры, добрый вечер, дорогие телезрители. Мы с вами в передаче «Беседы с батюшкой». У нас сегодня в прямом эфире протерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, братья и сестры. Батюшка, вот хотелось бы начать с вопроса о сегодняшнем воскресном Евангелии. Слепец обращается ко Христу, сыне Давидов помил имя. И Господь, исцелив его, говорит «Вера твоя спасла тебя». Мы знаем, что не все верующие войдут в Царствие Небесное. Когда вера становится спасительной? Вера, когда она открывает человеку видение духовного мира. И в данном случае исповедание слепцом Христа, сыном Давидовым, об этом свидетельствует. Когда он спрашивал, что тут происходит, народ ему отвечал, что идет Иисус из Назарета. А он в нем прозрел сына Давидова, Мессию. Это говорит о том, что вот ему духовные лучи открылись. Вот такая вера, она спасительная. Помилуй мя. То есть он признает себя виновным, расспросит помилование. То есть проявляет еще и смирение некое перед Спасителем. Конечно. Не только смирение, но и мужество. Потому что обычно люди, они очень зависят от общественного мнения. Общественное мнение ему запрещало говорить. Он его преодолел. Пренебрег. Да уж, наверное, пришлось ему выслушать. Ты кто такой? Молчи. Да. Вообще. Ну, как-то обычно бывает. Батюшка, ну а вот что нашей вере не хватает? Вот и в храм ходим, и читали Евангелие, многие чуть не наизусть знают. И все заповеди, они открыты, истолкованы, много раз повторены. Ты знаешь, отец Александр, вот насчет знания Евангелия наизусть. Но это совсем не так. Начинаешь у человека спрашивать, который ежедневно читает Евангелие. Он не может пересказать. А если пересказывает, то с такими ошибками, которые указывают на то, что он вообще не понимает текста. Поэтому, если бы знать наизусть. Ну, как-то для очень многих вот очень такие важные вещи евангельские, к сожалению, усваиваются. Вот вы сказали про духовные очи, которые открылись у слепца. Почему у нас они не открываются? Ведь многие читают Евангелие с желанием как-то прозреть и понять. Ну, если с желанием, то они открываются. Но, к сожалению, вот это такое формальное фарисейское отношение к Евангелию, к нашей вере, оно не дает возможности человеку проникнуть в суть дела. Как вы в Писании сказали, сами не входят и другим не дают еще. Придираются, осуждают, делают какие-то замечания, учат. Ведут себя как фарисеи. Интересно, да, получается, читающий Евангелие вдруг берется учить кого-то жить. Вот интересно, как же он тогда его читает? Да, что он тогда понял? Ну, вот Евангелие, оно же открывается тоже не без помощи Божьей человеку. Кому-то открывается, кому-то нет. От чего это зависит? Это зависит от того, насколько человек следует Евангелию. Лучше нет, сказать, насколько он желает следовать. Какие он делает к этому попытки. То есть, что стоит за тем, что человек говорит, я хочу быть с тобой, Господи. Вот этого не слышно. Как только человек вот что-то усвоил, конечно, он поражен красотой духовной Евангелия. Первое дело, он хочет всех вообще начать просвещать, учить. Но поделиться всегда хочется. Это у вас не так, это не так, надо так. Ну, это, естественно, такое желание человека, получившего что-то драгоценное, поделиться. Естественно, для падшего сознания. Но что плохого в том, чтобы поделиться той радостью, которая тебе открылась? Понимаешь, эта дележка, она, к сожалению, наполнена ядом тщеславия и превозношением. И вот с этой приправой она, эта пища несъедобна. Ну, ты знаешь, роскошный салат, приправлен ядом кобры. Ну, да, попробуй-ка его. Да. Не дай бог, язык прикусишь, и все тогда. Эта трапеза закончится весьма неудачно. Чтобы у нас открылись эти духовные очи, что нам нужно сделать? Вера должна быть жива. Нужно Евангелию следовать. Ударив правую, подставь другую. Пришел в горницу, садись на последнее место. Предпочитай всегда ближнего самому себе. Не говори сверх того, что у тебя спросили. Для начала нужно научиться прилично себя вести. Скромно. Ну, вот, да. Да, если это с детства не научено, трудно взрослому человеку. Но зато взрослый может быстрее научиться. Ребеночек, он очень рассеянный. Он может концентрировать внимание там, ну, пять минут. А взрослый может с первого раза. Если есть у него перед глазами образец того, что это такое. В понятие даже скромность люди вкладывают совсем разные понятия, смыслы. А я скромно себя веду, ну, а я ж никого тут не материл, я ж тут никому ничего такого не сказал. Нет, а вот в том, что ты процитировал, уже слышится оправдание. А зачем? Это, ну, как-то бесполезно. Чем больше ты оправдываешься, тем больше противная сторона выдвигает аргументов. И жизнь уходит на бессмыслное привлекание. Продолжение следует... Значит, был сорван крестик. Ночью я проснулась, у меня нет крестика. Оказался он в постели. А потом подкинута была цепочка в ванну. Вот еще я наблюдаю, что у меня по севу царапины глубокие появляются. И уже крест был сорван дважды у меня таким образом. Скажите, пожалуйста, что это такое может обозначать? Это обозначает, что пора цепочку менять на веревочку. Такую суровую нитку, как у меня. Поэтому ничего такого не бывает. Ее даже с усилием не разорвешь. Одна женщина рассказывала, что ей как бы во сне явился кто-то темный. Она не утверждает, что это там бес или сатана, но кто-то темный. Стал ее душить. Когда она проснулась, на шее такие серьезные синяки. Вот прямо от пальцев. Говорит, ну вот как, кто это был? А может, бес. И от его пальцев? У него пальцев-то нет. Ну, пальцев нет, но вот бывают такие явления, и в некоторых житиях это описывается, что они могут учинить там всякие побои. Как это происходит, я не знаю. Ну, вот сюда, в житии преподобного Серафима. Может быть, здесь вот так предыдущая женщина звонила. Вот те царапины, может быть, каким-то образом бес устроил. А может, сама сильно ворочалась. Ну, вот это богом попущено такое действительно бесовское воздействие на наше, ну, вот на тело человека. Для чего? Чтобы как-то его вразумить или о чем-то напомнить? Нет, дело в том, что мне это бывает как неизбежное следствие. Ну, вот сейчас у нас скользко на дорогах. Если, допустим, на повороте резко затормозить, то машину закрутит. Ну, что тут бес виноват? Собственно, неумение ездить по тающему снегу. Ну, вот такое… То есть, как неизбежное следствие? Это понятно. А вот такое ночное посещение… Ну, а чем ночь отличается от дня? Принципиально ничем. Ну, тем, что человек находится во сне. То есть, его разум-то отключен в это время? Он не совершает разумного поступка? Ну, тем более, ему ничего не вменяется, потому что на него напали. Перекрестился. То есть, это просто… Им другой бог. Но все-таки цепочку на веревочку надо поменять. У нас есть вопрос, батюшка. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Мы здесь. Здравствуйте, Дмитрий. Это Михаил. У меня такой вопрос к вам по поводу целительства. Несколько вопросов. Первый, скажите, ну, не бывает же такого, чтобы вот все целители, которые сейчас у нас на планете Земля, прям вот все… Церковь против всех была. Но есть же какие-то, которые ведут свое целительство по одобрению церкви. И вот конкретно… Нет, стоп, 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 стоп. Есть ли какие-то списки таких целителей, которые церковь… Ну, что нет, не стоишь. …которые одобряют церковь? Нету и быть не может. Мы хорошо относимся к шарлатанам, потому что эти шарлатаны не наводят порчу на людей. А ко всем остальным очень… Они просто деньги выжимают. Ну, бизнес на дураках. А остальные все просто зловредные. Это все бесовской силой Вильзевула делается. Списков нет таких и быть не может. Поэтому, извините, должен вас разочаровать. Еще есть вопросы? Да нет. Ну, ладно. Дай Бог вам доброго здоровья. Батюшка, ну, это понятно, когда целитель, ну, такой вот, как сейчас, скажем, традиционный. Но ведь есть люди, ну, действительно духовные, которым Господь дарует такой дар – исцелять недуги людей. Наверное, вот об этом был вопрос. Существуют ли такие духовные люди, действительно, которые благодатью Божией могут такое исцеление провести? Сейчас таких не существует. То есть, то, что было в древности, сейчас уже этого нет. Это невозможно. И потом, совершенно не нужно. Сейчас медицина достигла такого совершенства, что можно исцелить любую болезнь. Но чудесное исцеление, оно ведь преследует в первую очередь укрепление веры и самого человека. Ну, помолись. Если Господь тебя исцелит, слава Богу, зачем тебе эти самые все люди? Зачем эти все действия, пасы, какие-то там разговоры? Зачем? Вот бачку. Потом, вот вопрос такой. Что такое духовный человек? Вот ты такой термин употребил. Что это значит? Все люди духовные. Всех Господь слышит. Что от этого целителя требуется? Что он там, свечки зажигает, что-то бормочет? Человек такой-то. Ну, я говорю, про целителей мы не говорим. Колдовство натуральное. Ну, и, понимаешь, ну, я понимаю, вот, допустим, 17 век. Медицина на нуле. Ну, знают в народе, что мать и мачеха там от кашля помогает. Там, дубовая кора для укрепления волос. Такие вещи нельзя назвать целительным. Просто, ну, знает, человек передает от одного к другому. Опыт собственного. Да, и все. Вот, а тут-то просто бизнес на глупости людей. На страданиях. Ну, на всем. Гнусное это дело. Нередко люди приезжают откуда-то и говорят, вот, в том-то монастыре или в той-то области есть там монахинь, монахиня или монах, которые не совершают всяких этих пасов, действий, загоров, наговоров, но вот молятся, и люди от них уезжают исцелёнными. Как вот это тоже некое родо целительство? Ну, не знаю. Я могу только спросить, с какого года существует монастырь? Первый вопрос. Второй. Давно ли человек отживёт в монастыре? Третий вопрос. Если он в священном стане, то сколько лет? Четыре, пять. Кем он был раньше, не сидел ли в тюрьме? И потом, кто его на это на всё благословил? Вот пять вопросиков. Если мне ответят, мы сделаем вывод и так далее. Только ответы должны быть подтверждены какими-то документами. Ссылочками. Желательно. Да, постановление Священного Синода об установлении монастыря. Когда этот человек появился? Откуда он? Неплохо бы ещё биографию почитать. Где он учился чему? Образование. Ну, да. А так молиться о здравии, да у нас ползаписок в любом храме о здравии. И, ну, исцеляются люди, ну, тысячами. Что тут нового такого? Помолился, всё прошло. Самая, собственно, обычная вещь. Зачем целитель-то, я не понимаю. Вот этого не понимаю. Если ты помолился, Бог тебя исцелил, да слава тебе, Господи. Одному человек больше верит, другому меньше. И, как вот вера человека, даже участвует в этом тоже. Конечно, обязательно. Вот сказать, что в нашем храме тебе такое же Господь подаст, ну, сомневаюсь. А вот поехать за 3-9 земель в далёкие монастыри, вот больше верю. Поехал и смотришь. Ну, поезжай. Если время есть, денег не жалко, на билеты. Кто ж против? Все свободны. Абсолютно. И дороги открыты. Алло, добрый вечер, слушаю вас. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Дмитрий, отец Александр. Благословите, пожалуйста. Московская область вас беспокоит. Что, вся прям целиком Московская область? Отец Дмитрий, у меня вот такой вопрос. Я сама с Украины, сестра тоже с Украины. Мы как-то обращались, звездалки были. И вот она сейчас, не знаю, что с ней случилось, она возобновила себя пророчицей. Потом мать, покойницу, обвиняла в колдовстве. Но она, бедная, ни в чем не виноватая. Свекровь тоже, как бы у нее колдунья. Муж тоже колдун. Все из тех людей, которые к ней относились с хорошей душой, с дорогой душой, наделала колдуньями. Меня тоже. Хотя жили, мы душа в душу. Семья была очень дружная. Семья разделилась на две части. А вас вообще, вас как зовут-то? Как ей можно помочь? Как вас зовут? Светлана. Светочка, дорогая. Светлана. Вот, Светочка, послушайте меня внимательно. Вы кому хотите помогать? Тому, кто возомнил? Это невозможно. Это естественное развитие событий. Поэтому вот те целители, о которых, к сожалению, мы начали разговор, лучше, по чем более интересным, потому что это дело скучное, они все доходят в своих действиях до полного безумия. Что случилось с вашей, этой гадалкой? Вот, по правилам церкви, за поход к гадалке человек должен отлучаться от церкви от причастия на 6 лет. Понимаете? Настолько это считается тяжелым грехом. Поэтому от вашей гадалки нужно бежать, как от ядерной войны. Понимаете? Вот как вы с Украины переехали в Московскую область, от гадалки нужно еще дальше, в Архангельскую, уехать. И ближе, чем за 10 верст, к этому месту вообще не подходить. Не то, что звонить, помогать. Это... И так вот, по вашему разговору я чувствую, что она очень вам сильно повредила в вашей душе. Понимаете? Поэтому как можно скорее постарайтесь забыть все, что она вам говорила. И вообще о ней не вспоминайте и даже не молитесь за нее. Это очень вредно. Понимаете? Для вас. А ей ничем не поможешь. Это только уж сам Господь, если вразумит, что обычно не бывает. Обычно кончается сумасшедшим домом. Понимаете? Для таких гадалок, тех, кто возомнил. Вот вы, может, слышали, обычно народ тогда смеется, всегда в кино это показывают, когда показывают психиатрическую больницу. Один там Юлий Цезарь, другой там Наполеон Бонапарт. Какой-то бывший слесарь, он вдруг Наполеон Бонапарт. Что это за безумие? Он никогда не скажет, вы знаете, я вот сантехник с мыльного завода. Ему обязательно нужно не меньше, чем Бонапарт. Почему? Гордыня безумная, которая сводит с ума. И вот это естественное следствие. А те люди, которые попадают в сферу влияния, на их это сумасшествие очень влияет. Если вы будете этим как-то заниматься, то вы обязательно придете к тому же. Зачем это вам надо? Потеря такая разума – это самое страшное заболевание. Лучше ноги потерять, и руки, и глаза, чем потерять разум. Это страшное страдание. Спаси и сохрани. Вот, Светочка, я не знаю, послушаете вы меня или нет? Скорее всего, нет. Но я больше говорю не для вас, а для тех, кто собирается идти к гадалкам. Пачка, если кто-то из родственников вдруг занялся колдовством, что за него и помолиться нельзя, вот вы говорите, и не молись за неё, с тем, чтобы не навредить своей душе. Лучше не надо. То есть вообще… Да, сразу подальше. То есть это уже безнадёжно? Как правило, это безнадёжно. Это просто… Всё равно, что лить воду в решету. У нас есть вопрос, батюшка. Добрый вечер. Здравствуйте, слушаем вас. О, здравствуйте. Здравствуйте. А я вот вопрос хочу задать на счёт целительства. Вы говорили, что не может в наше время быть целительной. А вот на счёт Матроны Носковской, она же вот недавно жила, как бы в прошлом веке. Ну, как бы вы говорите, что не может быть целительной. Она же была целительной. Я слышал, что Матрона Московская почила в Буге. Я знал людей, которые её знали. Но она почивает сейчас у нас в Покровском монастыре. А я говорю про сегодняшний день. Нынче какое число? Третье февраля. Я говорю про третье февраля 2013 года. Понимаете? То есть, за эти чуть больше полвека многое изменилось? Очень много. Патя, может быть, в продолжение нашего разговора Дмитрий такой вопрос нам задаёт. Недавно мы потеряли одного молодого человека, нашего родственника. Погиб от халатности врачей. Смерть по вине врачей – это смерть тоже по воле Божьей или нет? И если это так, то зачем тогда нужны врачи, если всё равно Господь лишь определяет, жить человеку или нет? Чтобы Господь через врачей действовал. То есть, вот через этих врачей тоже Господь действовал? Разумеется. И действовал так, что человек умер? Да, значит, Господь забрал этого человека. Ну, вот правила дорожного движения ведь действуют. Действуют. Но аварии же всё равно случаются. А представьте себе, мы отменим правила. Если медицину изъять из нашего обихода, хотя у нас есть, естественно, претензии, то тогда оно всё начнётся, как это было 400 лет тому назад. Но вымирали целые губернии, города и прочее. А сейчас у нас даже последние годы продолжительность жизни стала увеличиваться. А человеческий фактор, как говорят, он всегда присутствует. Потому что врачи наши, насколько вот мне известно, они работают в нечеловеческих условиях. Вот, во-первых, они дежурят сутками. Во-вторых, большинство врачей работают на полторы ставки. Что это значит? Он сутки отдежурил, а потом ещё смену. То есть полторы суток он должен быть включён. Как это можно выдержать? А для чего он на полторы ставки идёт? Чтобы прожить. Чтобы прожить. Потому что он получает недостаточно, чтобы вот спокойно жить. Поэтому многие врачи идут на всякие ухищрения, чтобы дополнительно ещё с пациентов брать. Поэтому, чтобы лечиться, я же говорю не о врачах. Я говорю о медицине. Поэтому всегда можно найти классного специалиста. Но нужны, конечно, деньги. Без этого либо знакомые, либо деньги. Другого ничего сейчас уже не найдёшь. Ну, в общем, и то, и другое нужно совместить. Тогда что-то получится. Это лучший будет результат. Но если просто по знакомству и бесплатно, то тут тоже есть риски. Если просто за деньги, ну, тебя будут вежливо принимать, всё с тобой разговаривать. Но качество... Вот о чём и речь. Не обеспечится. Всё дорожает? Да. А и дипломы покупаются. И уже главный врач, он же берёт, допустим, в себе врача-специалиста. Не потому, какой он специалист, а насколько он податлив. И будет участвовать во всяких схемах. Но медицина при этом, остаётся медициной, а не шарлатанством. Это высочайшая наука и искусство. Высочайшая просто. Другое дело, добраться до Искобова не всегда бывает просто. Да сейчас сколько людей лежат в больницах, им не могут поставить диагноз. Вот просто не знают, что с человеком происходит. Ну, это вообще-то нередко. То есть, настолько вот сейчас меняются все эти вирусы всякие, вот штампы. Ну, вирус это, собственно, не самый. Есть вообще редкие заболевания. Батюшка, у нас есть вопрос. Алло, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие батюшки, отец Дмитрий, отец Александр. А вот у меня такой вопрос. Моему сыну 15 лет, и он, ну, придя из школы, был урок истории, он мне задал вопрос. Что за личность был Григорий Распутин? И я не смогла вразумительному ответить. Вот очень интересно ваше мнение на этот счет. Пожалуйста. Личность такая очень характерная вообще для России. То есть, такой человек незаурядный, весьма артистичный. относится к такой категории людей, которым палец в рот не клади. И вот. И сумел найти слабое звено в обороне царской семьи и туда, вник, втерся в доверие государной императрице. И через это пытался влиять. И многое ему удавалось, потому что государь прислушивался к мнению своей супруги. Не то, что слушался, но он прислушивался. Иногда ему казалось, что это правильно. Вот. Ну и фигура, опять же, как для России очень характерно трагическая. То есть, я считаю, что убили его зря совершенно. Отвратительное убийство, которое Юсуповым и великим князем Димитрием было совершено, это, конечно, ну, как всякое такое убийство, оно отвратительно. Вот. Совершенно зря и ничего это не спасло. В какие-то мистические способности мне совершенно не верится. Тем более, мне довелось прочитать брошюру, ну, с так называемыми сочинениями Григория Ефимовича. Вот. Это обычный такой, ну, полуоккультный бред на христианской почве. То есть, ну, такая же риторика, к которой прибегают все вот эти всякие целители там и так далее. То есть, ну, просто ни на чем не основанный такой оплом. он говорит о том, что он, конечно, был человек такой темноватый. Когда в жизни встречаешься с таким, я обычно рекомендую тем, кто ко мне обращается, держаться от таких подальше. Вот, что могу Григорию Ефимовичу о Распутине сказать. Но есть люди даже, которые ходатайствуют о его канонизации. То есть, настолько он им оказался близок. А есть люди, которые объявляют себя Наполеоном Бонапартом. Разные у нас есть люди. Каждый болеет по-своему. Нет, ну, а потом, вот в России как-то это ну, нормально. Некоторые люди при жизни отца Иоанна Кронштадтского объявляли его Богом Отцом. Возникло даже такое сообщество людей, они называли себя Иоаннитами. То есть, они так почитали отца Иоанна, что считали его Богом. И как он с ними не боролся, все безуспешно. Вполне нормально. Как с Мерой бороться. Да, поэтому чудаков много. А есть такая категория людей, которые ну, вот, любой дурдом, они с радостью воспримут, чем Слово Божие или Писание Святых Отцов, учение Церкви. Почему у нас показывают по телевизору всякие битвы экстрасенсов, рассказы про каких-то инопланетян, потому что народ взахлеб и это смотрит. просто хлебом не корми. Смотрят, не могут оторваться, все, там, экстрасенсы трупы ищут, там, вот, рассказывают, кто кого убил и так далее. И некоторые угадывают, что самое страшное. Это о чем говорят? Откуда информация-то? от бесов. Обращается непосредственно к дьяволу и дьявол начинает рассказывать. И человек через этих людей вступает в общение с самим сатаной. Спрашивается, зачем это надо-то? Только портят народ. Интерес, интерес к чуду, к загадочному. Ну, многие из-за интереса садятся на героин. многие из-за интереса становятся алкоголиками. И все сто процентов из-за интереса начинают курить. Потом от рака гортани легких умирают. Послушай, что тебе говорят, что на пачке написано. Прочитай. Я же для тебя пишу. А никто не верит, что это для него, это для другого. Ну, так вот то же самое, те же механизмы. В любую ерунду, в какие-то созвездия люди будут верить, чем заповедь Божия. Чем необычней, тем больше интереса, тем больше веры. А заповедь, она уж очень простая. Любую секту, вот мы с тобой сегодня вечерком могли бы основать, объявить. В чем ты можешь объявить любую ерунду. Вот мы с тобой сидим, и вдруг я ой, и скажу, вот видение мне. Слушайте, люди, я сейчас буду вам рассказывать, что мне ангел. Вы, конечно, ангел не видите, мы с самым Александром видим. И начинай говорить любую ерунду. И полно цветочек с Украины, из Молдавии, с Курска, придут развесть, потом их собрать все на площади Гагарина, вот, и сказать, вот так и так, все, давайте пещеру роем, все, уходим, конец света, сейчас собор пройдет, после этого будет конец света, завтра все по тысяче рублей собирайте, и пошло поехать. Будем исцелять, обязательно кто-то исцелится, обязательно, и их будут показывать. Будем водопроводной водой, но только не из-под крана, а прямо из лужи. Сам отец Дмитрий из лужи черпаком зачерпнул, она выпила этой воды пополам с бензином и исцелила. И будем рак лечить этой водой, которая сейчас на улицах. Все и рак, и бесплодие, и отворот поворот, заворот кишок, все. Знаешь, будем богаты, через неделю на мерседесах уедем. Вы бедные люди. Нет, не бедные. Не веруют Богу. почему душа опорченная? Не бога Потому, что свято, высоко, благородно, нет. Потому, что гадость, вот, как вот, если про человека сказать хорошее, получается сомневаться, а это он, 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 а это, это. А как сказать, любую гадость с удовольствием принимает? Почему? Внутри гадость. Она, гадость, это родная. Зачем тебе экстрасенс? Вон, пойди к мощам преподобного Сергия, приложись, скажи, отче Сергия, помолись за меня, Христу Богу нашему, чтобы мне было облегчение в моей болезни. Вот, собственно, кто, Нет. Все, им нужно внушение, все вот нужно, вот этих все, все, чудеса хотят. Род лукавый и прелюбодейный знамени ищет. Все же написано. Ну, это на все времена фразы, высказывания. Ну, так и что, а наше дело транслировать? Народ не хочет читать, наше дело пересказать. У нас есть вопрос, Борис. Добрый вечер. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Игорь из Москвы. Люди смущают системой оздоровления Серафима Чичегова. Скажите об этом, пожалуйста, несколько слов. Такой системы нет. Это некая шарлатанка, пользуясь именем этого святого и великого мужа, что-то там разработала и так далее. А сам, конечно, Владыка Серафим увлекался гомеопатией, но был совсем не специалист, потому что гомеопатия такая увлекательная вещь. Вот. Но это относится к области недоказательной медицины. А она это препарила и сама изобретает. Поэтому все вот эти книжечки рекомендую сжечь. Несмотря на то, что на них потрачено день. Нотария с Украины. У меня 15-летний сын. Имею ли я право или обязанность понуждать его к исповеди? Если да, то до какого возраста? Если нет, то с какого возраста дети сами должны решать, как часто им исповедоваться и принимать участие в литургии? Такие вопросы с помощью каких-то внешних авторитетов они не решаются. это мать и отец должны своего ребенка знать, должны знать, что у него происходит в душе. И в зависимости от этого могут быть рекомендации. Возраст тут ни при чем. Некоторые дети могут исповедоваться с 6 лет, некоторым и в 8 лет рано. так условно считается 7-летний возраст. Но это плюс-минус может быть и год, и два, и три. Поэтому... Здесь 15. Здесь 15, да. Переходный возраст, как правило. И видно, мальчик не очень-то стремится к исповеди, а мать и хочется. А может, у мальчика тайный грех? А может, ему вообще это все надоело? Я же не знаю. Дайте мне мальчик это на полгода. Тогда будем спрашивать постепенно, он привыкнет, может, что-нибудь скажет, обсудим. Может, он вообще совершенно неверующий. Может, да. родители так постарались уже. Ну, не обязательно уж прямо уж только родители, но в самом случае он ими может быть упущен. Может, старались какие-то другие мальчики, а может, учитель в школе. Может, не знаем, кто повлиял. Это все надо изучить. Это тысяча вопросов, да. Это тысяча. Вот так просто совершенно не получится. Вот с какого возраста. Видишь, как все легко. Нет. Легкого пути здесь нет. Ну, как на таблетках. Пишут там, три таблетки два раза в день после еды. Ну, это когда телесная болезнь. А вот то, что с душой происходит, надо знать. Может быть, тут помощь детского психолога потребуется. То есть, мальчикам нужно заниматься. У нас есть вопрос. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, отец Дмитрий. У меня такой вопрос. Читая высказывание святых отцов, прочитала такое. Увидь свои грехи и смирись. Я не понимаю, в чем смириться. Объясните. Ага. Понятно. Дело в том, что каждый человек абсолютно подавляющее большинство шибко о себе много понимает. А когда человек увидит свои грехи, он это Господь ему дает такую возможность, чтобы он увидел их, свои грехи, и смирился. И не мнил о себе очень высоко, и не учил, и не считал свое идиотское мнение чем-то очень важным. И вообще бы примолк, и был бы человеком скромным. А когда что-то захотелось кому-то что-то сказать, чему-то научить, вспомни, какой ты грешник, и опять помолчи. И это очень полезно для души. Вот что имеется в виду. Чаще видим в другом грех. Пусть даже свой, но к себе приложить как-то... Так и видим свой. Если в тебе нет этого греха, ты в другом этого не увидишь. Ты можешь увидеть только, что есть в тебе. Ну, так когда к зеркалу подходишь, видишь только то, что есть, другого не будет. У нас есть вопрос. Слушаем вас. Алло. Алло. Алло, здравствуйте, отец Александр, отец Дмитрий. Это раба Божий Зинаида. У меня вот такой вопрос. Отец Дмитрий, как вы относитесь к отчетке? Никак не отношусь. Ваше мнение. Есть в церкви такой чин. А есть еще чин освящения пчел. А есть еще чин освящения кладезя. А есть еще чин накопания кладезя. В церкви много разных чинов. Если человек бесноватый, то мы можем над ним этот совершить чин. Если Богу угодно, то будет ему через этот чин исцеление. Ну, вот, собственно, как к этому относиться. Отчетка – это такая форма молебна. Ну, да. О здравии тяжко болящих и мучим бесами. Как я могу относиться? Есть такой чин. Но просто многие люди, они из этого делают какой-то ажиотаж. Это вы спросили, а как вы относитесь к чину освящения дома? А как вы относитесь к венчанию? Ну, это все у нас есть в церкви. Есть молитва над солью. Почему этот чин не совершается во всех храмах, а лишь только в отдельных храмах отдельными избранными священниками? Дело вот в чем. Очень много людей больны истерией. Это такое тяжелое психическое заболевание. и поэтому если делать в каждом храме, то эти все люди соберутся и начнут там себя безобразно вести. Поэтому обычно это где-то чин совершается на краю. Но из тех людей, которые действительно приходят на эту отчитку, действительно бесноватые, ну, может быть, каждый тысячный, а остальные все больны истерией. То есть им это не поможет. Им нужна помощь психиатра, который является специалистом по истерии. Но внешне они ведут себя как бесноватые. Ну, да, конечно. Они это перенимают, потому что они видят эффективно. Начинают хрюкать, кричать, и тогда на него обращают внимание. А он как раз заболевание заключается в том, чтобы на себя обращать всяческое внимание. То есть это происходит по их воле? Ну, в некотором смысле помимо воли, потому что это заболевание, эти люди невменяемые. То есть им не вменяется. Ну, проявления истерии бывают и у детей и так далее, но еще это не выросло в психическое заболевание. А когда уже человек заболел, то есть он действительно становится неуправляемым. мне один человек рассказывал, они с друзьями пришли вот на такой чиночитке, просто вот гуляли по монастырю в Лавре, поднялись в надвратный храм, как раз там отец Герман совершал этот молебен, и вдруг одна женщина, которая была в их группе, начала вот лаять и хрюкать. Она была в ужасе. И мы, говорят все, потому что никогда за ней никаких признаков ни веснования, ни истерии замечено не было. То есть нормальный был совершенный человек, и вдруг вот такое проявление. Существует, например, даже такой термин медицинский контактная шизофрения. Вот в нашей больнице областной психиатрической лежит бывший доктор-психиатр, который в этой больнице трудился. То есть он не один десяток лет там трудился, а потом лег туда уже как пациент выйдя на пенсию. Потому что вот это общение, оно оказалось для него небезопасным. Поэтому если эта женщина была склонна к истерии, попав в эту атмосферу, у нее произошел слом. Ей абсолютно посещение таких мест противопоказано. То есть это просто обстановка спровоцировала проявление той болезни, которая в ней была? Да, конечно. Либо она бесноватая. Такое тоже может быть. но там собираются бесноватые тоже их привозят, но много собираются вот таких психически больных. Там атмосфера совершенно нездорова. Многие приходят за благословением на отчитку. как вы благословляете людей вообще по подозрению, скажем, в бесновании туда поехать? Понимаешь, какое дело, отец Александр? По учению святителя Игнатия Брянчинина вообще все люди бесноватые. Ну, да. Как раз гневался. Без гневов степи. Веркало увидишь. Без пьянства. Завладеет человеком, человек не может остановиться. Пьет. Это же он бесноватый или без вранья. вот маленький мальчик там 10 лет ну, врет и надо и не надо. Ну, натуральное объяснование. Ну, и так далее. Это без конца. Но, попав в эту атмосферу отчитки, он еще подцепит истерию. Нам это надо вместо одного диагноза два. То есть таких бесов изгоняем покаянием, причастием и такой соборной молитвой. Род сей изгоняется молитвой и постом. Это когда человек уже осознал этот путь. А если он еще мало церковен или мал возрастом? Если мало церковен, ничего не поможет. А покаяние это уже путь в церковь. Покайтесь, приблизилось Бог к вам царство небесное. А если ребенок ведет себя как бесноватый? Очень нередко если. Если ребенок ведет себя как безноватый, значит, ребенок ведет себя как бесноватый. как ему помочь? И причина здесь опять же. Как помочь? Нужна консультация двух людей. Детский психиатр, детский психолог, потом с этими рекомендациями идти к опытному духовнику и их рекомендации исполнять, смотреть на результат, начать с ним заниматься. то есть нужно любые негативные проявления изучать и не искать легких путей. Их нет в педагогике. В педагогике все пути трудные. Главное заниматься. Заниматься ребенком. Главное да, заниматься. Анна из Воронежской области. Объясните, пожалуйста, что значит радость о Духе Святом? Меня часто борет уныние и печаль. Считало, что при унынии святые отцы советуют просить у Бога терпения, а печаль прогонять радостью о Духе Святом. Вот что такое радость о Духе Святом? Это сердечное переживание пришествия в сердце благодати Святого Духа. у нас есть четыре источника благодати. Чтение Священного Писания, молитва, добрые дела и таинство Церкви. То есть все это вместе привлекает к нам благодать Духа Святого. Да. Вот только четыре источника. Ну, можно еще добавить, что молитва не только твоя, но и чья-то за тебя. Но вот эту радость содержит в нашем церкви Дух Святой или мы как-то можем о нем радовать? Только он, когда придет, он утешитель. То есть здесь усилий сам человек на этом не прикладывает? Никак. Только он усилий на чтение такое с разумением, усилий на молитву, понуждение себя на добрые дела и понуждение на исповедь, на причастие Святое. раз в году может пособороваться. Тоже великий источник благодати Божьей. Не хватает терпения. Вот вроде бы ко всему прибегает. если терпения не хватает, то христианство быть не может. Ибо в терпении вашем стяжите души ваши. И с терпением нет, это невозможно. Это уже отрицание христианства. Нетерпеливый человек, он не может быть христианином по определению. Ну, что ж, Бачка, пожелаем нашим слушателям терпения. Терпения? Терпения и еще раз терпения. Отец Александр велел всем пожелать терпения. Что и себе желаю. Спаси всех Господи. Спасибо вам за ваши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!